Просто онлайн, для онлайн игры что нам нужно вообще? Давайте я вам нарисую и заодно немножко в общем расскажу, как вообще это даже не полная верхушка айсберга будет. По сути, как сеть, она организована. И то у меня знания могут быть с какими-то ошибками, прям полностью на это не полагайтесь, но просто как я это понимаю. Вот еще рекомендую вам посмотреть какие-нибудь видео, если будет интересно, несколько источников взять, чтобы знания были полными. Потому что я могу как-то с ошибками объяснять и так далее. Вот представим, что у нас есть компуктер. Вот у нас есть, допустим, компуктер. Вот он. Компуктер. Вот он такой. Значит он подключен у нас к чему? Интернету. Вот. Вроде бы правильно, но между ними есть еще маршрутизатор, ну то бишь роутер. Вот. Ну такая коробка с антеннами, который испускает Wi-Fi. Вот. Ну либо... Но за Wi-Fi нужно платить, когда нам отправляют... Это роутер называется. Роутер, да. Роутер. Ну вот. И когда покупаем Wi-Fi, нам приходят специальные... Это уже не... А роутер их издает, чтобы получился интернет. Ну это не совсем. Это вот физические подробности. Я думаю, сейчас можно, в принципе, опустить. Но, в общем, да, ты говоришь все правильно. Роутер или его маршрутизатором называют. Ну, на русском. Роутер, маршрутизатор, это как бы синонимы просто. Одно на английском, другое на русском. Не обязательно по Wi-Fi. Можно еще бывает LAN подключение, то есть по проводу. По проводу. Вот. Но не рассматриваем сейчас это условно. Хотя она никак не отличается. По Bluetooth к роутеру вроде не подключаются. Bluetooth это немножко... Bluetooth это немножко другое. Вот. Роутер уже... Ну, представим, что подключен к интернету. Интернет. Будет какой-нибудь вот такой, типа... Деточка. Что это? А, интернет. Понял. Интернет, да. Ин... Тер... Нет. Нет денег. Интернет. Вот. К этому роутеру могут подключаться... Ну, то есть могут подключаться несколько вообще компьютеров. Они называются как раз таки клиентами. Потому что, ну, допустим, и телефоны могут там, допустим, быть еще подключены и так далее. Ну, вообще не важно, что это. Там пылесос. Вообще, ну, это все устройство, по сути. Вот. Они все... Вот. Они все подключены к одному роутеру. У этого роутера в интернете есть адрес. Ну, как иначе... Ну, это тот адрес, допустим, это IP-адрес, по сути. Наш вот IP у этого роутера. Вот. IP, он выглядит... Бывает, ну, по-разному везде. Вот. Но это, по сути, такие вот четыре позиции с цифрами от 0 до 255. Ну, то есть 255. Ну, ладно. Вот. Допустим, 1.1.1.1. Это вот IP-адрес. Он четырехзначный. Вот. Как правило. Вот. Ну, как видите, получается, на каждой позиции у нас может быть число от 0 до 255. От 1. Чего? Мне кажется, от 1 до 155. Вообще, нет. От 0. От 0. Давайте вот... Так. Так. Вот. Ну, вот. Маска под сети, например, 255, 255, 255. 0. Окей. Если бы была от 1, то было бы до 256. Ну, не важно. Ладно. Вот. Такое число, кстати, оно получается... Ну, если бы я вам сейчас рассказывал про там бинарный... про счет двоичный, то вот это число в двоичном коде 255, оно занимает 8 бит. Ну, 8 бит или же байт. Но это сейчас неважно. Вот. И, то есть, помещается число от 0 до 255 в 8 бит. За опоздание, просто я тут немного коспасу. Бывает. Я рассказываю про то, как немножко интернет работает. Вот. И IP-адрес есть у роутера, ну, и у каждого компьютера тоже. Но в мире очень много устройств, невероятно большое количество. И даже вот такого количества... Ну, то есть, что каждый там... Это сколько, наверное, получается? Это... 255 на 255 на 255? 255... Нет, 256. Да, 256 в... В четвертой степени это получается. Это вот столько устройств, мы можем дать им адрес при помощи вот всего стольких комбинаций. Но... Это сколько у нас? 4 миллиарда. Вот. Но у нас на Земле 8 миллиардов, то есть, людей в два раза больше, а у каждого по несколько устройств. Вот. То есть, вот этого количества нам не хватает определенно. Сейчас есть второй IP. Вот. Существует... Вот. Существует... Ну, да, много адреса и так далее. Вот. Но существуют еще и локальные IP-адреса. То есть, то, которое находится внутри сети. То есть, вот эти устройства, они у нас внутри сети. Вот. Вот. То есть, и тут вот как раз-таки это вот те, которые мы можем увидеть вот, допустим, здесь вот. IP-контак, если я пропишу, я... Если я пропишу, я увижу свой локальный IP-адрес. То есть, он действительно только внутри сети. IPv6 есть еще. IPv6 тоже есть. Но я вам... Ну, вот, например, да. Действительно. Вот. Вот. Но я насчет него точно не знаю. И опять же, ребят, я могу вам полные данные дать. Полные представления. Поэтому посмотрите какую-нибудь еще информацию. Например, есть замечательный канал на YouTube. Как он? Вот. Там вот, кстати, про интернет тоже он был. Про то, как разные всякие штуки работают. Вот. Даже смотрел. Веб-сокеты и так далее. Тут вот какие-то вещи мне тоже надо посмотреть. Про всякие SQL. Вот. HTTP, HTTPS, SSH, Telnet, Ethernet, LAN. Вот. И так далее. Тут и про разные сетевые протоколы есть. То есть, ну, достаточно неплохо. Наш флютизатор. Ну, такое, я думаю, ознакомительное, чистое, я думаю, будет нормально. Да, Стефани? Это не Стефани. Это младшая сестра Лива. Здравствуйте. Я же не вижу. Привет. А я со мной. Здравствуйте. Да, я видел. Так. Вот. Но это сейчас не суть. Да, все я рассказал, это не важно. Возьмем, например, роутер. Возьмем, например, роутер. У него, допустим, есть какой-то IP-адрес. Вот. Он у нас, я не знаю почему, но он сделан динамическим. Ну, возможно, чтобы не занимать, опять же, лишние IP-адреса. Вроде, наверное, поэтому. Вот. У него есть динамический IP-адрес или же серый IP он называется. Вот. Почему? Потому что он меняется. То есть он через какое-то время становится другим. И то есть из-за этого, если я, допустим, с одного компьютера по сокету захочу отправить что-то на, допустим, вот на такой IP. Вот. Сначала. Ну, у другого компьютера, допустим, он как раз такой и есть. Вот. То через, например, завтра уже так не получится, потому что он у него может стать вообще другим совершенно, допустим, каким-то таким. То есть он у него поменяется, потому что он у него динамический. Ну, или же серый. Что делать? Обычно в онлайн играх есть такой посредник, как сервер. Вот. То есть, ну, такой-то компьютер, по сути, такой же. Вот. На котором, ну, запущена программа, там, серверная часть игры. Вот. И у него IP-адрес белый. То есть он статический. Белый и статический одно и то же. Стат. 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 Я просто напишу. Вот. И он, то есть, не меняется. И, значит, у игры она знает, что, допустим, IP-адрес сервера он такой. Вот. Они там как-нибудь общаются. По-разному бывает. И говорит, что мой IP, вот там, допустим, вот такой. Я такой-то игрок. Я делаю такое-то действие. Вот. И он дальше, там, говорит. Ну, или я, допустим, прошу, отправь сообщение вот такому-то пользователю. Вот, значит, там сервер что-то делает, смотрит. А есть другой еще компьютер. Вот. И он говорит, что вот, я такой-то пользователь. Вот. Меня так-то зовут. И его сервер все сохраняет. И он уже отправляет то, что для него попросил отправить вот этот пользователь. Ну, то есть, общаются они через сервер. То есть, сервер знает в данный момент их белые IP-адреса, потому что они ему говорят. Вот. А он уже делает всякие дела. И, то есть, для нашей, как раз-таки, игры, допустим, вот, змейку мы будем делать, нам, как раз-таки, ну, а что вот, кстати, мы можем сделать онлайн, какую игру, например? Майнкрафт, например. Майнкрафт. Ну, Майнкрафт. Агарио. Какой-нибудь там. Агарио. Ну, достаточно долго его будет нам писать. Вот это же такие достаточно серьезные игры. Допустим. Допустим. Коночные машинки просто. Можно сделать, например, вот. Есть такая из нас. Snake.io. Где-то змейка. От кружочки туда. Давайте, давайте что-нибудь возьмем попроще. Допустим, сделаем какой-нибудь, ну, cookie-кликер. Вот. И... Ну, просто вот там мы будем видеть, как другие игроки сколько уже там накликали. Вот. И... С мировым рекордом. С мировым рекордом. Можно это будет тоже сделать, но давайте сначала возьмем, от простого пойдем. Вот. Вот. Потому что, ну... Я вот, например, на следующей неделе у меня не получится занятия провести. Вот. И только через неделю у меня получится провести занятия. Потом я уезжаю 21-го. Приезжаю 11-го только. И 17-го я смогу провести занятия. То есть следующее занятие 19-ое, оно крайнее. Потом только 17-го, скорее всего. Вот. Вот. И вряд ли... Хотя вряд ли я уже 17-го буду проводить занятия. Вы, скорее всего, разойдитесь. Отдыхать, в общем, я вас отпущу. Но, если что, вы мне можете в любом случае писать, что-то спрашивать. Да, Стэфни? Я никуда не разъедусь. Ну, хорошо тогда. У меня еще полно времени, пока я в селе. Ну, хорошо тогда. Вот. А я остаюсь дома. А, ну, посмотрим. Может, я буду какие-то занятия проводить. Такие, как небольшие посиделки. Но на такую стабильность вряд ли рассчитывайте на постоянство, что вот именно куча занятий подряд будет. Потому что, ну, у меня летом будет достаточно много дел. Так, ну, давайте я вам расскажу как раз-таки про Socket. Ну, такая библиотека. Ее, вроде, устанавливать не надо. Вот. И, значит, давайте... Я создал папку online game. Вот. Илья, смотри, я буду использовать Pygame, но, в принципе, это значение не имеет. Вот. Ну, именно для реализации игры. Ты смотри, просто основные аспекты останутся таким же, просто способы отрисовки там и так далее будут чуть другое. Можете повторить, пожалуйста. Я буду Pygame использовать для создания именно самого этой внешней части игры, да. Вот. Но внутренность останется, в принципе, такой же. И еще нужно будет мне, наверное, либо самому, либо, если я просто не забуду, ребят, я могу забыть. Вот. Написать, либо здесь на занятии напишем по серверной части игры. Вот. Так что, вот так вот. Так, давайте я вам скажу там... Socket. 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 Я напишу. Вот. Значит, мне нужно импортировать библиотеку Socket. Вот. Все. И сейчас я, возможно, буду что-то у себя подсматривать. Ну, и заодно, может, я вам покажу тот проект, над которым я работаю. Так. Сервер. Так. Значит, server.py. Замечательно. Вот. Это не эталон, как нужно вообще это делать. Это я, по сути, изобрел какой-то свой велосипед. Возможно, вообще это делается по-другому. Но я просто для себя придумывал так, что я буду в начале сообщения писать какой-то, ну, такой флаг, префикс. Вот. И дальше писать то, что нужно. Ну, вообще, к чему это я. Так. Значит, вот. Я делал это через class. Но это можно вообще без этого всего сделать. Значит. Почему, когда я напишу pip install socket, мне показывают ошибку. Error. А нужно просто импорт. А это предустановленная библиотека, насколько я знаю. Поэтому... Окей. Просто импортировать socket. Вот. И дальше давайте, значит, сервер равняется socket, точка socket. И дальше вот тут вот нужно написать вот это вот fnr.soc stream. Вот так вот. Вот это я всегда забываю. Каждый раз хорошо мне тоднен подсказывает. Soc stream. Да. Вот это вот. Просто вот это надо попытаться как-то запомнить. Но это, по сути, мы создаем экземпляр класса socket. Теперь нам нужно использовать наш IP-адрес. Вообще, это делается... Так. Давайте я запишу, значит, IP. Что-то наш будет. Вообще, для серверов он пишется вот так вот вроде. 00. Ну, то есть, это чтобы наш использовать. Ну, либо сейчас попробуем что-то сделать. Потому что Windows, Linux, они отличаются в этом плане. Я не знаю сейчас вот, что у нас получится. Но мы сейчас давайте напишем простой, значит, сервер, который будет просто писать то, что мы ему будем отправлять из другой программы. Но сейчас я вам покажу. То есть, давайте вот напишем. Так. Порт. Ну, я думаю, неважно будет, потому что у нас порты вот на наших компьютерах скорее всего закрыты. Ну, пробрасывать нужно. Но это я уже напишу там вот для своего компьютера. У меня там все настроено. Белый IP-адрес у меня есть. И так далее. Все окей. Вот. Ну, пока давайте напишем просто 80. Попробуем. Я возьму 64. Окей. Теперь нам нужно написать server.bind. То есть, сказать, что у нас вот так вот скобочки тут пишем. И пишем IP и порт. Так. Дальше, что нам нужно. Так. Количество слушателей. Так. Server. Листом. Ну, это количество слушателей. То есть, те, кто могут одновременно к нам быть подключены. Ну, то есть, давайте сделаем один. Ну, чтобы только один клиент мог быть подключен. 2, пожалуйста. Ну, это имеется сколько одновременно могут быть подключены к нашему серверу. 2, 2, 2. Да делайте сколько вам нужно. Можно 4 вообще сделать. Ну, точно делаю 4. 4. Так. И теперь давайте напишем, значит, while true. Давайте вот так вот. И, значит, other и, ну, то есть, адрес. Ну, давайте нет. Значит, клиент и адрес. Клиент и его адрес равняются, значит, socket.accept. Ну, то есть, принять как раз таки запрос на подключение. Что мне нравится? А, не socket, а сервер. Простите, ребят. Сервер.accept. Ну, то есть, принять подключение. И давайте пока, значит, напишем. Будем писать print.server. Нет, клиент, наверное, точка receive. Да. Receive, то есть, принять от него данные. Пишем тут 1024. Почему? Стыдно мне признаться, но я не знаю. Да, возможно, это, честно говоря, не знаю, стоит ли признаться. Надо документацию посмотреть. Проблема, я тоже некоторых команд не знаю как. Ну, просто всегда... Где узнали оттуда? М? Вы можете сказать, где узнали про... Почему? Где узнали про 1024? 1024? Ну, потому что везде в примерах ставят 1024. Вот. И вообще я пытался менять это число. Это, в принципе, к изменению результата вроде не приводило. Ну, а там в двоичной системе как-то там, круглое число? Это 2 в 10 степени. То есть это число умещается вроде бы, ну, как раз таки в 10 бит. Ну, то есть в 10 ячеек памяти. Вот. 1024. Ну, сначала идёт, получается, ну, как идёт? 2, 4, 8, 16. То есть, видите, ну, удвоение идёт. 8, 16, 32, 64, 128, 256. Вот. Дальше 512 и 1024, 2048 и так далее. Но вот весь этот ряд можно воспринять как, ну, раз, два, три, четыре, пять. Это вот можно сделать, знаете, как так вот можно сделать. Вот. И тут каждый – это его порядковый номер. Вот. То есть два, два, три, четыре, девять, четыре, пять, восемь, девять. Вот это десятое по счёту. Вот. И это, по сути, каждая – это показатель степени двойки. Ну, это… Не берите в голову, ребята. Это двоичные числа. Я не знаю, почему там сейчас так. Так. Сив. Так. Вот это мы выводим, значит. И, в принципе, давайте сейчас пока не будем запускать. Напишем клиента. Угу. Как, значит, клиент. Клиент. Он будет такой. Пожалуйста. Хорошо. Ну, ты вроде как, я понял, ты то, что мне отправил, ты всё правильно написал? Да. Я просто отправил… На самом деле у меня код другой. Я просто поставил с ключами числа. Так. Так. Также импортирую сокет. Значит. И теперь… И сейчас мне нужно будет к самому себе посмотреть код. Потому что… Ну, я забываю. Просто я… Я не знаю, почему это не могу сделать. У меня тоже такое бывало. Я у себя на уроке тоже самое делал. Только в онлайне… Ну, в онлайне, в записи на… Точнее… Ну, я записывал урок на YouTube. Всё. Там я тоже самое делал. Хорошо. Он… Так. Коннект. А. Кто делает команда try? Трай? Угу. Это конструкция try-except. Try – то, что мы внутри пишем. Это мы пишем туда код, который предполагает… Предполагаем, что может выдать ошибку. Но ошибку для нас ожидаемую. Ну, то есть мы можем эту ошибку обработать, сделать для неё исключение. Сказать, что если вот эта ошибка выпрыгивает вот в этой части кода… То есть мы говорим, что если в этой части кода… Попробуй эту часть кода. Если вылезет там ошибка, например, вот такая… ZeroDivisionError. То есть давайте 2. Сдвигло 0. То тогда мы скажем print… Скажем division by zero, например. Вот. Но ошибки у нас не произойдёт, а код пойдёт дальше. То есть вот так вот. Давайте запустим. division by zero. Окей. Но если бы у нас вот этого, например, тут не было, то тогда бы у нас здесь код застопорился и дальше бы не пошёл. То есть выбилась бы ошибка и код остановился. Для этого и нужна вот такая штука. Вау. То есть… Но можно и сюда не вписывать какую конкретную ошибку, тогда вообще на любую. Давайте продолжим. Вот. Но лучше так не делать. У нас был урок. Так, давайте, значит… кон равно вот это вот сок стрим. Как бы я это сделал? Сокет. 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 И, значит, теперь нам нужно написать connect и IP адрес нашего сервера. Но поскольку у нас сервер будет запущен на этом же компьютере, нам нужно как-то его узнать. Это очень легко. Вот. При помощи рекомендованной строки. Сейчас я покажу, как сделать. сокет уже снова… Почему на сок тут пишут? Сокет точка сок. Сок – это на сок. Сок стрим. Сок… Сокет стрим. Не знаю. Сокет точка сокет стрим. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Вот. Теперь нам нужно узнать наш IP. Возможно, мы его вообще сюда впишем и сюда впишем. Ну то есть мы скажем, что ты сервер вот на таком-то IP-адресе, это естественно будет локальный, но все же. А ты, клиент, будешь подключаться к такому-то IP-адресу. Значит нам нужно открыть как-нибудь командную строку, ну допустим в поиске Windows написать cmd и выбираем cmd.exe и теперь нам нужно написать ipconfig. Вот и мы тут видим получается вот IPv4-адрес и у меня вот он, вот такой 195. Ну лично я его уже запомнил, на этом Wi-Fi сижу. Ну я помню, заветные эти цифры. Вот у вас он будет скорее всего другой, вам нужно открыть командную строку и написать ipconfig. Одинаковые? Ну да, там получается, ну в общем-то да. Как сервер будет так познавать компьютеры? Одинаковые IP-адреса если. Ну кстати, ну вряд ли обычно такого не бывает кстати. А это внутренние, это внутри сети IP-адрес именно. Это локальный, внутри сетевой, то есть это LAN. Вот. Так что если у двух компьютеров вряд ли они совпадут, потому что есть MAC-адреса, еще плюс ко всему. Вот. И IPv6 есть? Да. Ну честно говоря, просто сам. А в IP какой нужно вставить? IP ничего? Да, IP это значит ничего. А в IP config как только мы пишем, вот это вот смотрим и как раз таки этот IP нужно будет писать везде. Ладно. Вот, значит, вот сейчас я сделал здесь и вот здесь давайте попробуем так оставить. Ну он по идее сам должен как-то узнать и по идее, я не знаю, может на Windows по-другому или вообще на Linux вроде так. На Windows я тоже сейчас. Вот. Это Windows у меня, если вдруг. Плюс кастомизации просто в том, что никто другой больше не может моим компьютером пользоваться. Ну плюс и минус. Но тем не менее. Значит, и сюда пишем IP и порт. И давайте com.send. И сюда нужно написать что-нибудь, например, написать hello world. но только это, насколько я помню, нужно закодировать. Ну просто n-code написать, насколько я помню. Вот так вот. Ну и давайте com.receive тоже напишем. Ну то есть, нет, давайте. Так, ну давайте попробуем. Если мы сейчас запустим вот так вот. У нас вылезет ошибка, что там подключение установлено, так как конечный компьютер отверг запрос, потому что у нас не включен сервер. Давайте его запустим. И теперь клиента запустим. Когда я пишу сервер, у меня показывает ошибку. Какую? Покажи-ка демонстрацию экрана лучше сделай. А у меня демонстрация не разрешена. Давай. Сейчас разрешена. Спасибо. Я разрешаю, так сказать. ПП это сокращенный Python Project. Я понял. Ну, да не, наверное, правильное питание все-таки. Так, 63, 74, 34. Так. Это все равно эту папку я пишу. Сайдекс. Так, в... Так, а у тебя, кажется, mcode... Runner file... Ой, не пойму сейчас, в чем дело. Сервер... А, стой. А ты же тут вот внутри этого... Где сервер равно сокет, точка сокет. Запиши туда сокет, точка, афинет. Аф, нижнее подчеркивание, инет. Аф... Аф... Нет. Вот так? Сокет. Не-не-не, внутрь скобочек. Верни, как было. Ну, в общем, тебе сейчас нужно записать, как у меня. Вот эту вот, вот эту строчку. Сейчас вот так вот. Ага. Вот это внутри, просто забыл. Слово, точка. А, афинет. А, афинет. А, афинет. А, афинет. Окей, нашел. Не знаю, на visual code. Есть ли расширение от обнайн? Вот, он просто бывает, подсказывает, помогает. Искусственный интеллект. Я люблю такую функцию, у меня все готово. Сейчас попробую запустить. Да, попробуй еще раз. Ну, ошибку выходит. Напиши, попробуй написать нули. Блайн. Снова ошибку выводит. Все нули написал? Ну, вот. Где IP, попробуй написать. Так, сейчас. This is not valid in the context. Попробуй написать на третьей строке IP, где 0.0.0.0. Вот, потому что действительно нужно так писать. Давай, попробуй. Попробуй. Так, кажется, запустился. Теперь клиента запусти. И теперь тебе, где сервер должно прийти, вот это hello. Коу и зорова диранин. Одновременно два кода нельзя запускать, наверное. Ну, можно поступить. Я буду запущу другой эдитер. Можно запустить в командной строке. 310 эдитера и дали. Можно в командной строке запустить. В принципе, вообще не будет. А я запущу в адрес. А я запущу в адрес. Open. Попробуй. Где же наш ПП? Так, вот давайте. Смотрите, у меня вот сюда, ребят. Windows, SAD, AMD. Сейчас CD. Пам. Так, и теперь CD Online Game. Так, и теперь Python. Python Client. Оп, запустил. И теперь, видите ли, второй вот у меня появился. И так далее. Нет, у меня почему-то что-то не происходит. У меня пишет ошибку снова. Да, я запустил в другом. Сейчас, подожди. Я, Саша, спрошу на другу просто один. Да, Саша. У меня почему-то вот не пишет ошибку, но этот... Hello World, он не показывает. Сейчас скажу. Смотри, у тебя на 12-й строке должно быть написано не асепт, а рецевр. Вот так вот. Рецевр. Вот. Client. Рецевр. Я в чат отправил ее, если что. Вот так вот. Client. Рецевр. Так. Да, Саша, показывай тогда. Так. Так. А у тебя breakpoint поставился. Этот красный кружок. Нажми на него. Попробуй. Сейчас попробуем. Запускаем. Нет, ничего не пишет. Так, а у тебя вот этот локальный IP-адрес? А в ls5? Так, а напиши все нули. Ладно. Теперь запусти ls5. Получилось! Получилось! У меня получилось! Во! Здорово! Сейчас я смогу сделать иную игру, наконец-то. Если будет круто, обязательно отправь в чат, пожалуйста. Ой, у меня чата, извините, нету. А, ну... А можете оставить gmail? А у тебя есть telegram? У меня telegram даже и понятия не имею, где что нажать там. У меня даже и аккаунта нет там, не имею в виду. А у кого-то из родителей? У боев есть. Ну, тогда их попросишь, вот. Либо они в чат школы свободных наук могут попросить, чтобы их в чат капитон добавили. Ну, в gmail я свободен. Может быть, в gmail... Я просто в gmail очень редко захожу, к сожалению, и может получиться так, что ты что-то отправишь, а я только через месяц это, например, случайно открою и прочитаю. Ну, уведомления там не приходят. Ну, и мусор всякий приходит, там оно может затеряться от него, поэтому... Ну, поэтому через родителей будет проще. Ну, либо поговорить с родителями. А может быть, я вам отправлю код клиента? А, либо свой мессенджер. Нет, я вам отправлю код клиента, и вы... А может быть, мессенджер создам, а потом мы там можем общаться? О! А мы, кстати, как-то раз начинали делать мессенджер в прошлом году, что ли. Вот. Не закончили, но мы даже... я даже графический интерфейс делал. И где я попробую сделать в неделе мессенджер и потом игру, ребята? Ну, сначала игру попробуй, потому что с игрой будет проще. Мессенджер все-таки будет трудноладо, потому что и сокет не очень безопасная штука, там с шифрованием надо будет подумать. Ну, то есть там RSA, например. Ну, в общем, окей. А можно ли отправлять числа с помощью сокета? Можно отправлять как раз-таки строки, вот такие... А можно ли приводить эти строки в числа? Да, конечно. При помощи int. Это легко делается. Ну, функция int. Ну, это легко гуглиться или чат GPT. Так, давай, Саш, сейчас с тобой подумаем. Точно у тебя такой локальный IP? Открой командную строку. Так, IP config. Так, IPv4 адрес. Действительно. Так, а теперь обратно в код. Перейди, пожалуйста. Так, ls5. Так, запусти ls5. А, нет, он у тебя запущен. Он у тебя запущен уже. Клиент ls5. Запусти. Ребят, может кто-то видит? Потому что я чего-то не... ls5, теперь нажми, где у тебя run. Ну, мне кажется, там что-то еще делали с командной строкой, там мы запускали через нее. Можно через нее попробовать, но... Affinat. Sup. String. Port. List. Set. А нажми, где у тебя run, ну, где зеленый вот этот треугольник. Не-не-не, который в противоположном углу. Где у тебя консоль выводится именно... Вот это, да. Ну-ка, нажми-ка на ls5. Так. Окей. Почему не работает? Не понимаю. У вас есть идеи какие-нибудь, ребят? Может, вы видите, что я не вижу. Ну-ка, запусти клиент ls5 еще раз. Угу. И обратно в ls5 впереди. А, вот. Как оно? Ну вот, здорово заработало. Теперь вернусь. Здравствуйте, ты руку поднимал. Война какая-то. Так. Стефана, ты руку вроде поднимал, да? Так. Вообще, вопросы есть, ребят, у вас? Ммм. Ммм. Эмм. Нету. Только не по теме. Ну, давай. А что, вот это значит? Три круга. Час. Мерседес. Мерседес? Да, ну, у Мерседеса так же выглядит. Нет? Нет, четыре круга у Мерседеса. Давай. Это значит Airsoft, на самом деле. Это Airsoft. Для господа. Нет, стоп. Ауди. Мерседес по-другому. Ауди. По-моему, вот у Ауди как раз... А, четыре. А это, знаете, что это Airsoft. Это тип спорта. Airsoft. Вот такой знак. Нет, Airsoft Sun напишите. Sun? Да, Sign. Айн. Сайна. Айн. Нет. Вот смотрите. Айн. Напишите Айн. Синер? Нет. Сайна. Уберите Air. Просто Air уберите. А, Сайна? Да. Нет. Уже не видно. Но я знаю, что это Airsoft, потому что я получил эту коробку Airsoft. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Я просто это такой интересный. Так. Или Beagle Sports. Не знаю, что это одинаково. Хорошо. Хорошо. Это Strike Ball, да? А? Ну, вроде у нас Strike Ball, что ли называется. Я не знаю. Ну, тактическая игра. Да. Важно вообще. Вопросы есть, ребят? Нет. Тогда на сегодня… Спасибо за это. Все. Да. Пока.